Стартовый свисток Стартовый свисток Новый стадион пока для команд Вполне привычен Но мяч остался у десятки Поэтому зачем останавливать игру Если можно поддать продолжить Голышев дает передачу В районе 10-метровой отметки Удар поворотом Вот это опасно И мяч выбивает очень сильно Как только может И вот теперь пауза Мощнейший удар Мяч потом попал При том, что в заявке оппозиция была как раз для этого. Хороший перехват и дружина бьет! Георгий Кырнац в великолепном прыжке достает этот мяч. Павел Диабальт, у него прекрасный удар, он отличный. Это был момент не... А, нет, это не Диабальт, это Данила Акименко пробил великолепно. Тоже седьмой номер у него есть на спине, только вместо пятерки единичка. Извините, пожалуйста, еще раз напоминаю, как я смотрю этот футбол. Уже играл в сезоне, вот, допустим, в первом тайме выходил в центр. И опасный момент! Рука. Амаду. Вот Амаду, например. Оно продолжается до тех пор, пока мяч не покинет пределы поля. Здесь он остается в игре. Подача в штрафную площадь. Вынос, подбор. И когда Сар приходит на выручку, и мы смотрим за навесом на ближнюю штангу. Выпрыгивали. Подобрали, выбили в аут и закончили. Это первый, первый тайм. 0-0. Сильная подача. Мяч вылетел. И какой сумасшедший момент упускают футболисты. Дружины, вот это да! А дружина создает самые опасные моменты в этом матче. Как опасно! Как же опасно пробил 80-й номер, вышедший на замену Джамбель. Вещи должны полюбить футбол. И, наверное, наоборот. Я думал, что просто... О, сейчас, внимание, опасно. Десятка в атаке и угловой в... Поскольку здесь комментатор очень близок к происходящему, мне кажется, мне нужно покрикивать игрокам, чтобы они чуть-чуть быстрее шли в атаку. Вот как, например, сейчас Дружинов атакует. И отличный прострел, и отличная игра в обороне Ивана Гусева. Удар! Отличный момент. Но даже в этой ситуации не вступает Виталий Ушаков в игру, потому что это удар мимо ворона. Голышев разогнал атаку. И очень хороший удар. Это Андрей Беломыцов. В первом тайме он был заметен. Во втором уже... Вернее, в первом тайме в начале он был заметен. Потом белый как-то больше черновой работает. Это такой вот пост в нашем чате. Какой матч следующий? Следующий матч. Матч ТВ. Против Родины. А здесь счет открывает Шакир. Вячеслав Шакир. Выпрыгивает. И кивает в сторону пустого угла. А, вот не вовремя я отвлекся на чат. Игорь сдержит это обещание. И смотрим, как был устроен этот гол. Нет, конечно, не было никакого положения вне игры. Мягкая подача. И отличный кивок в сторону пустого угла. Голевую передачу отдает вышедший на замену Дмитрий Мишин. А Шакир, который начинал с первых минут, наконец-то забивает. Он единственный классический нападающий команды ФК-10. И, как положено нападающему, выпрыгивает очень акцентированный кивок в сторону ворот. Действует весьма слаженно. И плюс измотанная дружина оставляет кучу свободных зон. Хорошая скрытая передача. Снова Мишин. Доходит до лицевой. Падает. И кто пробьет? Удар мимо ворот. А вот теперь нужно понять, был ли угловой, пенальти или, может быть, еще какой-то стандарт за Иваном Гусевым. Скидка дальше. Тут еще футболисты выходили на поле по ходу второго тайма. Поэтому Александр Цибиков один из самых активных. Мы его уже отмечали. Голышев. Пауза. Беломытцев. Две паузы. Три. Хороший дриблинг. Мишин. Удар. Гол. 2-0. Отличный выход на замену 27-го номера Дмитрия Мишина, который сделал голевую передачу и забил. Все это за очень короткий промежуток времени. И преимущество ФК-10 превращается в забитые мячи. Использовать, или даже невозможность, а необходимость использовать оранжевый мяч. Потому что гол оранжевым за два. Все чисто. Положения вне игры, конечно, не было. И здесь Беломытцев теперь делает голевую передачу после своего сочного дриблинга. Счет становится 2-0. Можно продолжать, конечно. Здесь бесспорный гол. 2-0. Впереди не Дмитрия, конечно, а оранжевого мяча. Оранжевый мяч и для чего? Оранжевый мяч дает возможность забить два мяча одним ударом. Перевод направо. Кто первый? И 3-0. Беломытцев забивает третий мяч. И если не было положения вне игры, то ФК-10 не теряли мяч все это время. И вот когда потеряли, видите, Багдасар очень неудачно вбросил аут. Вот здесь бы оранжевым мячом воспользоваться. И здесь не было оффсайда. Нет, нигде не было положения вне игры. Не забывайте, что в медиалиге действуют так называемые оффсайды Венгера. Нужно полностью пройти линию защитников. То есть, если чуть-чуть залез, то это не оффсайд. И пока сегодня мы еще ни разу не увидели то, что... Ой, как жестко. И это Месси Галиев. Тоже. Интересно, и в этом голе он поучаствует своими действиями. Мишин удар из-под защитника. Но вот слабо. Фима. Евгений Ескин толкнул соперника. Пойдет сам смотреть. Значит, возможно, рекомендует назначить пенальти. Нет, здесь... Нет, нет, нет. Здесь вверх прыгает. Это не этот момент. Другой покажите. Вот этот, да, момент? Еще, да. Вот этот покажите с 23-м номером. Да, это... Там Барсу в записи покажут. Да, да, да. Барселона Реал, который две недели назад был. Но они... Черный не играет в мяч. Если бы он в мяч сыграл, и тогда бы получился какой-то контакт, то можно было говорить о пенальти. А здесь никто в мяч не играет. Это игровое столкновение. Для меня я оставляю решение в силе продолжить игру. Эрик Яна подает угловой. Мяч выбит, но нужен аут, чтобы игра закончилась. Или удар от ворот какой-нибудь. Короче говоря, удар на месте Кырнац. И Циба просит выбить мяч в аут. Кырнац с удовольствием это и делает. Так заканчивается эта игра. И десятка выигрывает со счетом 3-0. Все мячи она забила во втором тайме. Поздравляем многочисленных поклонников этой команды с победой.